Один из населенных пунктов. В Омской области по-прежнему остается без тепла. И это спустя две недели после официального старта отопительного сезона. В поселке Кормиловка батареи холодные во всех многоквартирных домах. Напомню, в пятницу отопления не было еще в трех районах. Нововаршавском, Омском и Русскополянском. Замерзали в общей сложности 10 тысяч человек. Из-за более чем многомиллионной задолженности тепловых компаний области перед поставщиком компании «Газпром Межрегионгаз» голубое топливо в местные котельные не поступало. Им пришлось срочно переходить на другие виды топлива. В основном сейчас используется мазут. По-прежнему закрыты школы и детские сады. Помещения еще не успели прогреться. Между тем, запасы мазута начинают заканчиваться. Впрочем, «Газпром Межрегионгаз» Омск по решению суда топливо все-таки поставят. А районным администрациям придется погасить долги, сумма которых на 1 октября составляла 339 миллионов рублей. Мы открыты для диалога и мы будем их решать в ближайшее время с теплоснабжающими организациями, которые такую задолженность имеют. Это в том числе и графики, либо иные соглашения по погашению дебиторской задолженности. Вопрос этот регулируется, он регулируется на протяжении многих лет. Все предприятия знают, что это такое, в частности, даже не столько предприятия, а сколько сами администрации муниципальных образований.